Музыка Приветствую всех наземных жителей и их родителей Я морской мудрец, граф Батискав Мы с вами в жемчужной бухте И этой глубиной владею я, граф Батискав Подводная математика, мой морской конёк Я могу пересчитать все жемчужины в лагуне А их, поверьте, немало Подводный день, ваше морещество Привет, Захар, как поживаешь? На кого жаловаться пришёл? А? Крабы, раки или ламинария? Да нет, ваше жемчужство Всё замечательно Три тысячи дробей Мне нужна ваша помощь Это голос акулева зуба? Да Мы переговариваемся по рации Он отправился на поиски сокровищ И потерялся А я пытаюсь его найти Кто-то что-то сказал про сокровища Я с вами Ламинария, я говорил не про сокровища А про акулева зуба Да Он потерялся Его надо срочно найти Начинаем спасательную экспедицию Все со мной! Итак, очень важно подготовиться Ведь никто не знает, что нас ждёт в пути Вот как вы думаете, что нужно взять с собой? А я считаю, что обязательно нужно взять верёвку Самую длинную, какую найдём Что ж, соглашусь с тобой, Захар Берём длинную верёвку Она и вправду может пригодиться Но вот у меня их целых три на выбор Какую возьмём? Конечно, самую длинную А! Вот эту! Не-не-не Вот эту! Ох, ну ничего без меня сделать не могут Захар, чтобы определить, какая верёвка длиннее Нужно положить их на стол Вот так, держи Так Сладём и сравнить Клади вот одну верёвку под другой Так И вот эту Вот, вот теперь видно, что жёлтая верёвка самая длинная Зелёная чуть-чуть короче, а красная самая короткая Ох, спасибо, ламинария! Твои советы как раз вовремя Я беру самую длинную верёвочку Ой, ну ладно, бери себе самую длинную верёвку А я, так уж и быть, возьму ту, что покороче А вам, ваше жемчужеское, уж ничего не поделаешь То досталось, то досталось Самая короткая Такова участь морского графа Всё лучшее отдаёшь подданным А себе уже что остаётся Захар, слушай, помоги мне Вот видишь, на столе лежат две шоколадки Мне их надо съесть? Нет, Захар, этот шоколад не для тебя А для меня И не для тебя, ламинария Ну хоть раз вы можете подумать не о себе, а о ком-нибудь другом Например, об акулием зубе Вот уже несколько часов он ждёт нашей помощи И наверняка проголодался Поэтому мы возьмём шоколадку для него И выбрать нужно самую широкую Кладём одну шоколадку на другую И сравниваем И сразу видно, что шоколадка в красной обёртке шире А в синей уже Захар, ты опять тюмничаешь? Тоже мне выбрал самую широкую шоколадку для пирата Граб отискав, я буду сравнивать шоколадки по-своему Вот Вот Берегла на всякий случай Кто бы мог подумать, что этим случаем окажется пират Итак, для начала сравним ширину моей шоколадки С шириной тех, что на столе Так Прикладываем синюю шоколадку О, сразу видно, что моя шоколадка шире Шире Теперь прикладываем мою шоколадку к красной О, моя плитка уже Да Значит, получается, что самая широкая у нас шоколадка в красной обёртке Чуть уже моя шоколадка И самая узенькая, синяя О, отлично Думаю, мы отнесём пирату все три шоколадки Все три? Он же лопнет! Думаю, прежде чем отправляться на поиски пирата, нам необходимо взять с собой несколько термосов с чаем Чая возьмём на всех К вечеру будет холодно в море Надо будет согреться Так, возьмите термосы и расставьте их по высоте Так, Захар, давай сравним зелёный и красный Так, ставим их рядышком Ну-ка Так, сразу видно, что зелёный выше, чем красный Да А теперь также сравним синий и жёлтый термосы Синий выше А теперь мы сравним зелёный и синий Ну-ка Оп Ох, так Синий оказался ниже, чем зелёный Значит, зелёный термос самый высокий Поставим его первым Оп А после него синий Так, потом красный А потом жёлтый Потому что он самый низкий Молодцы! Термосы расставили от самого высокого к самому низкому А наоборот сможете От самого низкого к самому высокому Запросто! Да Тогда самым первым станет жёлтый Потом красный Потом синий А потом зелёный Отлично справились Что ж, а теперь, думаю, нам пора отправляться на поиски пирата Ну-ка, по росту становись! Так В путь! Надеюсь, по дороге нам не встретятся препятствия А если и встретятся ламинария Разрешаю превращать их в лягушек! А кто это здесь шумит и не даёт спать вулкану? А, захар! Ламинария! Так я и знал, что это вы Ух, бойтесь, сейчас извергнусь О, не извергайтесь, великий вулкан У нас очень важное и ответственное дело Мы идем на поиски пирата А-а-а Это того пирата, который на корабле застрял среди скал? Слышал, слышал И даже знаю, где этот корабль находится Ну надо же, какая удача! А-а-а А вы нам скажите, пожалуйста Где искать пирата? Он там уже часа два как застрял Голодный и очень злой Ты прав, Захар Акулизов голодный и очень злой Кричит, что ты на связь не выходишь Пиратик, это я, Захар Прием! Вот видите, уважаемый вулкан У нас в море связь нарушена Одно шипение Прошу об этом сообщить пирату А то он меня на ноль разделит Наверное, думает, что я уплыл и бросил его Прошу вас, нарисуйте карту нам Где его искать? Уважаемый вулкан! Что ж, хорошо, но Только это будет не простая карта Это будет карта Загадка Загадка Посмотрите на стол Из жемчужной бухты к месту, где находится пират Ведет несколько дорог Пират отправился по самой широкой Затем он выплыл на песчаной косе Там, где много водорослей И попал на остров заброшенных кораблей Он ждет вас на самом длинном из кораблей Карта нам не помешает Давайте разбираться Сначала нужно найти Самую широкую дорогу Ой, я знаю, знаю, как это сделать Чтобы сравнить предметы по ширине Нужно наложить один предмет на другой Или приложить один к другому Ой, но вот только тут Мы так сделать не можем Как же мы сравним дороги? Ой, опять всех приходится выручать Захар, нам нужна полоска бумаги И я ее уже взяла с собой Вот, так на всякий случай захватила И вот она пригодилась Что бы мы сейчас делали без нее? Давай сравним ширину полоски С шириной первой дороги Наложив полоску на дорогу Вот, ага Полоска оказалась шире, чем эта дорога А теперь таким же способом Сравним со второй дорогой Так На этот раз полоска и дорога Одинаковой ширины Так, а вот третья дорога Шире, чем наша полоска Смотрите, значит она самая широкая И именно по ней отправился наш пират Отлично! Значит, осталось только выяснить На каком корабле искать акульего зуба Вулкан сказал, что пират сидит на самом длинном корабле Как же нам их сравнить? Короткая веревка графа-батискафа Да Прикладываем веревку к кораблю Так, затем Отрезаем Ой-ой-ой О, так Теперь прикладываем веревку к другому кораблю Так, веревочка длиннее Так, теперь к этому кораблю И что мы видим? О, значит этот корабль Самый длинный И именно на нем Нас ждет пират Вон, смотри, это же он Правильно Задание выполнено Ну что, пора в путь? Именно на этом корабле Вас ждет пират-акулизун А я спать Слышишь, пират? Прием, прием Мы выяснили твое местонахождение Скоро будем Отбой Я слишком долго ждал вас Дорогу обратно нашел Клад мой Делиться не буду Эй, пиратик Пиратик Прием, прием А сокровища тебя много? Сколько сокровищ-то? Ну ладно Раз никому моя помощь не нужна Я, пожалуй, поплыву Где моя шоколадка? Так Буду ждать другого случая Может Обменяю пирата На сокровища Точно Пока-пока Пока, ребята Эх А я что? Я ничего И не надо мне никаких сокровищ А коли зуб Жадина Пойду И всем медузам расскажу Задержись на секунду, Захар Раз пирата больше спасать не надо Можешь взять себе шоколадку Я же знаю, как ты любишь сладкое Спасибо До свидания, грамм-потискав А коли зуб Буду делиться с тобой шоколадкой А сейчас я хочу выпить чаю С морским шоколадом Но прежде Нужно повторить все то Что мы с вами узнали Сегодня мы вспомнили Как измерить ширину, высоту и длину предметов Захар и ламинария использовали для этого разные способы Накладывали один предмет на другой Измеряли ширину дороги с помощью волшебной полоски А с помощью веревки измеряли длину корабля Теперь я уверен, что вы не растеряетесь Если вдруг вас попросят сравнить длину двух кораблей на карте Смело берите в руки отрезок ленты и веревки И сравнивайте Помните, как это делали ламинария и Захар Уважаемые сухопутные жители и их родители А вот и домашнее задание для вас Нарисуйте картину на морскую тему Но главное Все на этом рисунке должно быть разной ширины, высоты и длины Например, длинная и короткая рыба Высокий и низкий коралл Широкий и узкий сундук с золотом Рисунки присылайте мне Учите математику, но и письма мне писать не забывайте Ваш граф Батискав Нужна нам математика, как воздух под водой Сестренку или братика, скорее берись с собой И с нашими героями учись всегда на пять Подводные сокровища поможешь сосчитать Один, два, три, четыре, пять Теперь я научусь считать Программа есть подводный счет Кто знает счет, тому почет Сокровищ много под водой Собрать их надо нам с тобой С одной подводного достать И математиками стать Один, два, три, четыре, пять Теперь я научусь считать Программа есть подводный счет Кто знает счет, тому зачет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok